МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, как существуют объективные законы природы, так же существуют и объективные законы создания добродетельного потомства. Об этом знают все животноводы. Одним из основополагающих законов, которые наши предки называли законом Рита, это закон о чистоте рода и крови. Например, ученые сейчас установили, что существует закон телегонии, то есть влияние первого самца на последующее поколение. Впервые это было обнаружено, когда наши русские конезаводчики постарались скрестить наших русских кобыл породистых с зеброй, то есть с самцом зебры. При этом вязки, естественно, не произошло, и после этого, в течение какого-то, после какого-то времени, этих кобыл повязали с жеребцами ихней породы. И после этого эти кобылы начали рожать жеребят полосатых. Таким образом было обнаружено это явление современной наукой и названо явлением телегонии. Оказалось, если белая девочка, допустим, первый раз переспала с негром, то есть он бросил в нее семя, потому что излучение идет именно через семя мужчины. То есть это семя дает излучение, которое запечатляется на всех яйцеклетках женщины. И она уже будет воплощать именно детей из рода его первого мужчины. То есть если даже девочка при этом не забеременела и после этого вышла замуж за белого человека, то она может ему рожать негретят. Или у них будет черный цвет кожи. Или если этого не произошло, то вполне вероятно, что ее дети, если они даже имели белый цвет кожи, никогда эти дети, допустим, не видели негра даже в глаза и вышли там замуж за белого человека, который тоже негров не видел, то у них, у белых детей, то есть у этой девочки, которая вышла замуж за белого мужчину, то у нее может родиться негретенок. То есть бабка согрешила, а у внучки, вернее у дочки, или даже у внучки может это проявиться. Или, допустим, девочка первый раз переспала со своим одноклассником, с белым мальчиком, ну который для храбрости выпил 100 грамм водки. То после этого, даже если она вышла замуж за этого мальчика, или же за другого там мальчика, который вообще алкоголь в рот не брал, то эта девочка обязательно будет рожать алкоголиков. То же самое это проецируется в законы Риты и на мужчины. Допустим, если мальчик переспал с какой-то развратной женщиной, с больной, с такой, он эту информацию на себя переписывает, и если он потом первый раз переспит с девочкой, то он всю эту информацию передаст ей. То есть она уже не сможет быть полноценной матерью. Даже доходит до того, что если мужчина переспал с женщиной, которая сделала аборт, то есть в течение 40 дней, если после аборта он переспал с ней, и потом переспит там со своей женой, то он эту информацию об убийстве ребенка передаст своей жене. И если во время произойдет зачатие, и яйцеклетка прикрепится к тому месту в матке, которое было у этой женщины, которая сделала аборт, то у жены будет неизбежно выкидыш. А если яйцеклетка в другом месте прикреплена, то, может быть, выкидыша и не будет, но все равно полноценного потомства уже не получить, потому что развивающий ребенок будет находиться именно под влиянием вот этого убийства. То есть на него это будет искажение влиять, и, естественно, нормальный ребенок уже не получается. И вот наши предки четко понимали этот закон и заповедовали нам его соблюдать. То есть вот это закон Телегонии или закон Рита. Если мы не соблюдаем эти законы, как вот в современном обществе, то в результате что происходит? Мы, например, знаем, что сейчас на 3000 рождающихся детей рождается лишь один здоровый ребенок. Ученые говорят, что если в обществе будет рождаться 18% дебилов, то наступает необратимый процесс, и все общество рождается и погибает. А сейчас рождается уже 17% дебилов. То есть как бы человечество стоит на грани самоуничтожения. Если мы сейчас не будем принимать те законы, которые нам дали наши боги, не будем следовать заповедям, которые нам передали наши предки, то мы просто вымрем, как мамонты. Поэтому крайне важно изучать именно вот эту науку, науку создания добродетельного потомства. К сожалению, большинство людей сейчас создало семьи, не зная этих законов. Но долг теперь каждых родителей. У нас растут свои дети, свои внуки. И наша задача сейчас, именно воспитывать своих детей и внуков, именно в соответствии с вот этой наукой, в соответствии с законами ритмами, в соответствии с обязанностями мужа и жены. То есть необходимо нам сейчас передать своим детям и внукам эту науку. Если мы это не передадим, они будут несчастливы, не будет создания добродетельного потомства. И в результате только увеличится страдание. Поэтому наш долг, как наши предки говорили, выкормить своих детей. Выкормить своих детей не от слова, что там кормить еда, а есть такое слово, как кормчий. Кормчий — это тот, который показывает правильный путь. Поэтому народе говорят, не тот родитель, кто вырастил детей, а тот, кто их выкормил, то есть наставил на правильный путь. Поэтому наша задача сориентировать детей таким образом, чтобы они жили по заповедям наших предков и по законам наших богов.